Жители 17-го дома по улице Таёжной скоро могут оказаться без крыши над головой. Фундамент здания размывает водой, стекающей с федеральной трассы. Для жителей этого барака любой дождь и даже не самый сильный настоящее испытание. А прошедшие ливни вообще нанесли им серьёзный ущерб. Потоком воды у дома, в котором проживают четыре семьи, подмыло фундамент. Причём несколько каменных опор просто унесло течением. Чтобы здание не разрушилось, мужчины укрепили его с помощью брусьев. Однако, если подобный поток повторится, люди могут остаться вообще без крыши над головой. Во всех своих бедах жители барака винят прим автодор. Всё дело в том, что вода в их двор стекает с федеральной трассы. И люди уверены, что это происходит из-за просчётов при проектировке дороги. Дом подмывает, вот стойки упали, посмотрите. Это ещё в том году упали, мы поставили временные, сейчас заливать надо. То есть дом до сих пор находится, грубо говоря, в аварийном состоянии? В аварийном состоянии. И никто ничего не делает? Нет. Автодору звонили, он говорит, а мы за людей не отвечаем, нам это только за дороги отвечаем. А районная администрация знает, не обрешались? Ну, тут как бы люди живут, это, как сказать, ну, знают это всё. Звонят, не знаю, ничего не делают, никто не придает. Также потоки воды подмывают и соседние дома, а общий ущерб от полученных повреждений может составить несколько миллионов рублей. Сейчас владельцы домов судятся с дорожниками, чтобы получить компенсацию, а также требуют построить нормальный водоотвод. Вызывали мы комиссию послесаммитовскую, они быстренько взяли это, подгладили и уехали. А сделали вверху воду, ну, маленький бордюрчик, и пустили её соседям вниз. Теперь они страдают этой болезнью. Теперь у них дома поплыли. Да, они сделали здесь вот, здесь слива воды вообще никакого нету, не предназначено даже. И тут он маленький под стенкой, вот это они называют водоотводом, водоканал и все проектировщики. Стоит отметить, что вода подмывает саму дорожную насыпь, которая постепенно сползает в сторону жилых домов. Кроме того, на дорожном полотне уже кое-где появились первые трещины. Если сейчас не предпринять никаких действий, то скоро вся эта дорога разрушится.